Добро пожаловать на мой доклад. Меня зовут Александр Хелько, я саунд дизайнер проекта World of Tanks. И сегодня я бы хотел поговорить про одну очень интересную для меня лично тему. Это синтез в игровом саунд дизайне. Я буду сегодня говорить о том, как использовать синтезаторы для генерации контента игрового, а также для создания процедурно-генерируемого звука в аудиодвижках. И у меня сегодня доклад будет поделен на две части. Это будет теоретическое и практическое. Я сразу скажу, что звук у нас идет чуть дальше первых рядов, и, надеюсь, мне и вам будет хорошо все слышно. Но сначала я бы хотел спросить, есть здесь кто-нибудь, кто не связан с аудио? Супер! Ребят, на самом деле я надеюсь, что вам будет понятно, потому что я свой доклад готовил с учетом людей, которые, может быть, не совсем понимают, как работают синтезаторы или не совсем связаны с аудио. Ну, будем надеяться, что все будет понятно. Итак, прежде чем начать свой доклад, я бы попросил вас внимательно послушать звук. Единственное, что мы сейчас с моим коллегой попробуем настроить уровень громкости, это будет звук окружения карты Минск игры World of Tanks. Итак, это окружение карты Минск, звучат птички, шумит ветер и двигатель танка. Мой основной тезис, то, что все, что вы сейчас слышали, было синтезировано на синтезаторах. Это птички, кузнечики, шум травы, ветер. Все, кроме звука двигателя танка. И предлагаю вам послушать ту же самую карту, только с записанными звуками. Идея заключается в том, чтобы разницы особо не было слышно. Дело в том, что я подготовил этот пример специально для того, чтобы показать, что с помощью синтеза можно создавать как звуки неживой, не только музыкальный инструмент, но также звуки живой природы, птички, кузнечики, трава, ветер, турбина двигателя, самолет и так далее. Вот в сегодняшнем своем докладе я постараюсь на практике показать, как это делается и надеюсь чему-то вас сегодня научить. Итак, у меня возникает вопрос, зачем было синтезировать, если все можно было бы использовать в записанном виде. И, наверное, стоит начать с пункта, что у нас нет возможности всегда записывать изолированный звук. К примеру, у нас нет возможности записать какую-то одну птичку, изолированную от шумов природы, гром от ветра, опять же, от пролетающих самолетов, машин, турбину двигателя, независимо от звуков рабочего двигателя. Второй пункт, то, что мы используем синтезаторы для создания более качественного контента. Иногда нам требуется для придания, на сегодняшнем примере покажу, веса, звуку танка, выстрелов, взрывов и так далее. Нам нужен очень чистый контент, буквально несколько гармоник. И вместо того, чтобы использовать записанный контент, мы можем создать это на синтезаторах, что сегодня покажу. Или чтобы это процедурно создавалось внутри какого-то аудиодвижка. На примере Vice я сегодня тоже это покажу. И, как я уже говорил, процедурно генерируемый звук. Из игрового движка в аудиодвижок подаются какие-то параметры. И в зависимости от дальности, от объекта, от интенсивности, погоды и так далее, у нас меняется звуковой контент, и он генерируется непосредственно вживую в самом аудиодвижке с помощью синтезаторов. Прежде чем рассказать, как работают синтезаторы, хотел бы показать небольшой аудиопример и рассказать, как были использованы синтезаторы в данном контексте. Здесь у нас летят пролетающие мимо нас вертолеты. Сейчас лисенер, это то, что записывает звук на камере. И в реальности, когда рядом с нами пролетает самолет либо вертолет, тот звук, который мы слышим в данном контексте, звук рассекающих лопастей воздух на расстоянии 50-70 метров, он становится громче. Когда вертолет улетает, этот звук исчезает. Следующий пример. Для того, чтобы это реализовать, мы могли из записи вертолета попытаться каким-то образом вырезать только конкретные звуковые элементы, так называемые лопастей, которые рассекают воздух. Это высокочастотные элементы, тональные высокочастотные элементы. И первое, что мне пришло в голову, это взять iZotope RX, наверное, знакомый вам, и с помощью элементов шумоподавления динозера попытаться вырезать звук двигателя. На самом деле ничего хорошего не получилось, потому что было очень много шумов. Обрабатываем динозером. И много и низкочастотных, и высокочастотных элементов. И как мы позже увидим с вами, на самом деле этот звук представляет собой не что иное, как одну гармонику, которая изменяется по высоте тона. И первое, что мне пришло в голову после неудачных попыток с динозером, это ресинтезировать этот звук. Это очень простой звук. Спасибо. В данном примере... В данном примере мы услышали отдельно синтезированный звук и отдельно звук вертолета. И у нас есть возможность отдельно миксовать в зависимости от различных аттенюаций или насколько удален от нас объект, по-разному микшировать эти звуки. И второй пример, на мой взгляд, он еще более интересный. Это звук пикирующих бомбардировщиков в событии «Последний рубеж», которое вышло в июле, по-моему, этого года в игре World of Tanks. Сейчас мы увидим небольшой фрагмент между волнами противников. У нас происходят элементы бомбардировки фашистскими самолетами «Юнкерс Ю-87». Приготовятся вражеские бомберы на подлете! И вот в данном контексте, чтобы реализовать, от геймдизайнеров пришла конкретная задача сделать этот известный по военным фильмам и хроникам звук пикирующих бомбардировщиков. Я вкратце расскажу, что этот звук издавался специальными устройствами, которые назывались в народе иерихонские трубы. Когда пикировал бомбардировщик, их называли еще «Штука», и когда они пикировали, пилоты включали, и это было подавляющим фактором. Сейчас, наверное, стоит сделать немножечко потише, потому что у меня будет небольшой фрагмент из YouTube-ролика именно этого звука, который чаще всего мы и слышали ранее. Использовать этот контент в игре, к сожалению, нет возможности. Для начала можно попробовать записать, но записать, скажем, пикирующий бомбардировщик было бы достаточно сложно. Второй вариант – это самостоятельно. Я видел даже такие видео, когда люди печатают на 3D-принтерах как раз-таки вот эти «свистки», в кавычках назовем их. Но, тем не менее, разработка не предполагала столько много усилий именно на создание этого звука. Мне пришло в голову, почему бы не ресинтезировать или воссоздать этот звук с помощью синтезатора. И в данном случае сейчас мы увидим один небольшой пример. Первым идет видеоролик, прошу прощения, аудио, дорожка, записанная из YouTube-видео. Здесь будет много очень помех, и даже только поэтому, не только из авторских прав и так далее, мы не могли использовать этот контент. Слышим качество. Затем чистый синтезированный звук. И затем с обработкой. С воссозданным звуком на синтезаторах у нас есть полный контроль над аудиоконтентом. У нас есть возможность сделать его длиннее, короче, изменить параметры нарастания высоты тона, громкости, любую обработку, потому что у нас исходный чистый сигнал. У меня сегодня запланирована, как я уже сказал, практическая работа. И мы с вами сегодня разберемся, что же такое reverse engineering. Но прежде чем начать разбирать, каким образом воссоздаются звуки, я хотел бы вкратце рассказать, как работают синтезаторы, для чего нужны основные модули. Потому что сегодня я их буду использовать, и если вы не помните или не знакомы с этими элементами, то лучше, наверное, сейчас немножечко попытаться запомнить. Итак, я буду сравнивать его с знакомым всем синтезатором, который находится у нас в речевом аппарате. И первый модуль или первый блок – это голосовые связки. Они находятся у нас где-нибудь здесь. Когда они вибрируют, у нас возникают звуковые колебания, которые издают звук наших голосовых связок. В синтезаторе – это осциллятор, который предназначен для генерации звуковых волн. Тот тип волны или тембр, который мы услышим, зависит от выбранной нами волны. Есть в синтезаторах пять основных видов волн – синусоида, прямоугольная, треугольная пила и шум. Ну, различные виды шума. Все остальное – это либо производные, либо какие-то очень специфические волны. Далее – губы и полость глотки – это то, что изменяет тембр наших голосовых связок. В синтезаторах эту функцию выполняют фильтры, которые изменяют тембр звука, идущего от генератора звука напрямую дальше по аудиотракту. Следующий важный модуль – это давление и частота. Когда мы набираем воздух в легкие, когда мы изменяем высоту тона колебаний наших голосовых связок, это то же самое, что происходит под действиями модуляторов в синтезаторе. У нас есть два основных типа модуляций – линейная модуляция и циклическая модуляция. Модуляции предназначены для того, чтобы изменять параметры какого-то контроллера. Это может быть осциллятор, фильтр, эффекты и даже сами модуляторы. И четвертый модуль – это окружающее пространство, то, что формирует тот эффект, который будет наложен на звук. В синтезаторах есть основные эффекты, такие как Reverb, Horus, Flanger, Phaser, что-нибудь. Даже фильтры в блоке эффектов есть, мы сегодня увидим, и Distortion. И теперь я предлагаю с вами ответить на вопрос, как воссоздать любой звук. Я здесь специально вставил слово «любой», потому что чисто теоретически, если у нас есть возможность посмотреть на форму волны звука, то, значит, мы ее каким-то образом можем воссоздать. Это может быть либо сложный процесс, либо может быть просто. И здесь, как я уже сказал, для чего все это нужно. Здесь нужно понимать, если у нас проще записать звук, я не знаю, какой-нибудь булькающей печеньки, то проще ее записать, чем сидеть и воссоздавать. Но если нам нужен какой-то конкретный звук, как в случае с эрихонскими трубами, то в данном контексте, конечно, было бы мне намного удобнее воссоздать этот звук на синтезаторе. И я предлагаю перейти к первому блоку. Итак, сначала мы начинаем все с анализа звука. Нам нужно понять и определить, какой именно звук мы слышим. Это может быть звук тональной природы или шумовой природы. То есть, если я слышу в нем какую-то ноту или какой-то тон, я уже понимаю, что здесь мне понадобится подобрать ноту, что-то с ней сделать и так далее. Если это шумовая природа, то я, скорее всего, начну с генератора шума. Далее смотрим, что происходит с изменениями громкости. Если у нас меняется громкость звука, то, естественно, у нас применяется модуляция громкости. Если меняется высота тона, то применяется модуляция питча. Если меняется тембр звука, то в результате, конечно, нам понадобится либо изменить как-то фильтрацию, либо, может быть, у нас происходит морфинг волны при вращении из одного тембра в другой, либо дисторшн и его модуляция. Но везде будет модуляция. Следующее – это анализ спектрограммы. Сегодня я покажу очень классный для меня лично, очень интересный инструмент спектрограмма. Это графическое отображение звука. По вертикали у нас отображается частота, цвет отображает амплитуду или громкость, а горизонталь – это время. Я могу посмотреть, как изменился звук за единицу времени, даже больше. Я могу посмотреть, из какого тембра состоит звук, который может быть закрыт шумом. И с помощью этого метода я даже могу попытаться изолировать нужный звук. Еще один очень, наверное, хороший способ, но не последний. Я его очень часто использую. Это опустить звук на несколько октав – 36 полутонов, либо 48 полутонов. И в результате звук у нас удлиняется, смещается по спектру. То мы начинаем намного проще слышать любые изменения. Даже если они были раньше очень быстрые, то смещая на 4 октавы вниз, он становится длиннее. И изменения происходят не так высоко. Следующий этап – это имитация голосом. Как я вам сказал, синтезатор в нашем теле – это речевой аппарат. И, попытавшись сымитировать звук голосом, можно попытаться понять, какие элементы нашего речевого аппарата были задействованы в создании того или иного звука. И, как минимум, это даст возможность вам сделать выводы и в будущем что-то подкрутить в синтезаторе. Следующее – выбор ноты и волны. Нота очень важна. То есть самое главное, как только мы определили, что за звук, здесь нужно выбрать ноту. Потому что даже если у вас будет уже правильно выбранная волна, и вы нажмете ее в другой октаве или просто в другом частотном диапазоне, он уже будет звучать по-другому. Потому что октава определяет у нас, в каком частотном диапазоне будет звучать звук. И поэтому очень важно, даже… Вот я привожу часто пример. Если взять и попытаться перерисовать какую-то картинку, то можно наложить листик на картинку и попытаться на окошке под цветом перерисовать. То есть у нас есть возможность обвести контур. Выбор ноты – это то же самое. Далее – выбор волны. Это определяет тот тембр, который мы услышим из синтезатора. Подобрав похожую волну, мы поймем, какой тембр у нас будет, и дальше уже с ним что-то можем делать. И если у нас нет возможности из простейших волн выбрать нужный нам тембр, я сегодня покажу пример с электричеством, но это не получается. Что делать дальше? В таблично-волновые синтезаторы мы можем просто вырезать нужную нам волну, вставить, и у нас будет нужный нам тембр. Так просто. Четвертый этап – настройка звука. Здесь у нас происходит полишинг звука, настройка основных модуляций. Самое главное на этом этапе – постоянно сравнивать звук с референсом. То есть включать solo-on-solo, слушать, как они звучат вместе, насколько ваш звук отличается от нужного вам звука, от референса. Ну и далее, если кому-то удобнее работать с сэмплами, я часто люблю ресэмплировать, либо его развернуть, либо подтянуть как-то атаки и релизы звука. С сэмплами бывает проще. Вот. Практика звука. Итак, я предлагаю сейчас вместе с вами воссоздать звук. Я не уверен насчет громкости, которую мы сейчас с вами услышим. Я открою проектик, с которого я с этого примера начинал. Это у нас будут, опять же, вертолеты. И мы попытаемся вместе с вами подобрать, воссоздать звук лопастей. В рамках этого примера я покажу не просто умение, навыки работать с синтезаторами, но покажу основные этапы, которые мы с вами рассматривали дальше. Ранее, прошу прощения. Сейчас попробуем проверить звук. Так, все видно. Самое главное, чтобы еще было слышно. Я начну с потише. Так, ну давайте, чтобы было проще, я здесь сделаю потише. Ну ничего, будем жить. Итак, и моей задачей в данном случае является воссоздание звука лопастей. Я предлагаю немножечко внимательно попытаться расслышать именно вот этот высокочастотный писк, который фракционно слышен именно от лопастей вертолета. Честно, мне не особо хорошо слышно, не знаю, как по ту сторону. Поэтому я возьму сейчас, обработаю все эквалайзером. Возможно, мне это поможет расслышать. Для этого я возьму high pass filter и обрежу низы, посмотрю, а вдруг там что-то будет лучше слышно. Ну вот что-то там прослеживается. Поэтому я все-таки попытаюсь посмотреть на спектрограмму. Для этого я использую iZotope RX. У меня вот шестой стоит. Я уже загружен, предзагружен звук. Сейчас мы попробуем подтестировать отсюда звук. Отлично. Итак, вот перед нами спектрограмма, смешанная с wave-формой сигнала. Если я включу только спектрограмму, обратите внимание на график. Сейчас я его чуть-чуть подтюню. Это прям как Photoshop. Если обратить внимание на определенные моменты, вот видите, высокочастотные, именно здесь у нас высокие частоты. Чем выше, тем выше частоты. Вот такие вот линии наклонные. Это как раз-таки тональные элементы. Я как раз-таки его и планирую воссоздавать. Если попытаться посмотреть в другой части, они где-то могут быть лучше слышны, потому что когда записывали вертолет, скорее всего, именно вот в этой части записи он был ближе, поэтому эти фракции были лучше слышны. Я возьму сейчас, поставлю loop. Ну вот, в принципе, вот такое мне нужно будет сделать. И здесь прекрасно есть инструмент изоляции звука. Сейчас я попытаюсь максимально ровно, как в Photoshop, вырезать вот такой вот кусочек. И только его послушать. И мы сразу услышим тот звук, который нам нужен. Давайте включим loop. Вот. Вот я его попытаюсь воссоздать. Но, на самом деле, я не совсем пока понимаю, каким образом мне его воссоздавать, поэтому я скопирую звук. И в новый аудиофайл воссоздам... Прошу прощения, скопирую его. И дальше мы закинем его в Ableton Live. И... ну вот он, в принципе. Сейчас я его сохраню. Ну вот, допустим, у меня Untitled. Уже я сохранял что-то. И вот именно этот звук мы закинем в новую аудиодорожку. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, это и будет моим референсом, потому что мне намного проще будет услышать именно этот контекст. А во-вторых, я могу именно его замедлить. Давайте еще раз послушаем. Вот этот вот звук я буду воссоздавать. Итак, я сейчас опущу этот звук на несколько октав, и нам намного понятнее станет, что там действительно происходит. То есть четко слышим, что у нас есть pitch, который двигается отверха к низу, с высоких частот в низкие частоты. Если кому-то более для понимания нужен, к примеру, спектральный анализатор, вот он двигается по спектру. Опущенный на 4 октавы, где-то от 800 Гц до 200. Итак, вот такой вот звук я буду пытаться воссоздать. Для этого я создаю, во-первых, новый синтезатор. Я использую для своей работы Serum. Потому что в нем много всяких интересных вещей. Таких как, во-первых, это wavetable синтезатор. Он поддерживает импорт волны. Здесь есть классный house-генератор, который позволяет нам передавать рандомные значения. Это модуляция. Допустим, как в аудиодвижке, к примеру, нам нужен random-контейнер. Какие-то случайные изменения. Небольшие изменения питча. Вот здесь это возможно. В других синтезаторах, наверное, чуть посложнее было бы. Итак, я вырезал всего лишь одну частоту. Потому что на графике, допустим, если я птичку закину, у какой-то птички будет одна кривая, одна линия. Это значит одна частота. Если их будет 5 или 10, значит это 5 или 10 гармоник. Уже сейчас я представляю, что в редакторе волны я добавляю одну частоту. Прошу прощения. В редакторе волны я добавляю одну частоту, и у нас появляется синусоида. И мне нужно понять, с какого момента, от какой ноты мне начать процесс генерации. Я могу начать от верхней части спектра. Давайте посмотрим, где у нас это находится. Откуда начинается звук. Сейчас я приближу. Ну, где-то от 10 кГц и до, пусть будет, 3 кГц. 7 кГц путешествует питч за 55 миллисекунд. Все очень просто. Пока. Итак, я предлагаю поставить ноту либо на 3 кГц и заставить питч путешествовать сверху вниз сразу же, либо поставить на 10 кГц. В Ableton Live есть прикольный инструмент, чтобы понять, какая нота на какой частоте. Опять же, спектральный анализатор у нас где-то здесь. Я могу навестись в нужную мне область. Вот, допустим, 10 кГц — это примерно ми в восьмой октавы. Ну, допустим, я могу сделать либо от ми восьмой октавы, либо наоборот поставлю в районе 3 кГц. Это у нас будет, ну, где-то пусть будет соль шестой октавы. И у меня уже, на самом деле, сделаны, промаркированы сами ноты. Они прямо с нужной частотой примерно подобраны. Но, возможно, там не соль шестой октавы, соль седьмой октавы. Давайте на одну октаву я опущу ниже. Вот прямо, чтобы точно с нуля начать. У меня теперь есть синусоиды, которые играют на частоте 3000 Гц, но не двигаются по питчу. Это звучит... Ну, вот так. Ничего такого интересного я не слышу. Теперь мне нужно сделать модуляцию громкости и питча. Почему громкости? А я вот могу приблизить и посмотреть, что у меня волна, у меня она меняется. Сначала потихонечку нарастает. Так, давайте посмотрим вот здесь. Прямо, чтобы видно было. Итак, постепенно нарастает и постепенно затухает. Вот такую модуляцию громкости мне нужно сделать. Модуляция питча у меня нарисована вот здесь. Это вот отсюда она путешествует. Отсюда постепенно, плавненько вниз. Итак, я дальше возьму синтезатор, открываю. И, ребятки, я на самом деле хочу буквально на секундочку прерваться. Смотрите, я не знал, насколько вся практическая часть займет времени, поэтому в самом конце моей презентации есть ссылочка и QR-код, который переводит на страницу, где все туториалы именно для этой презентации, все звуки, о которых я рассказываю, они подробно с видео разобраны, и у вас будет возможность скачать проекты каждого звука, что-нибудь покрутить и посмотреть, если вы сейчас что-то не запомнили. Мне кажется, это довольно удобно будет потом залезть в каждый из звуков. Итак, немножечко, я знаю, что у меня порядка 50 миллисекунд вообще вся звуковая часть работает. Вот где-нибудь так я могу сделать форму огибающей громкости. Envelope 1 всегда у нас в Serum привязана к громкости. Так, прошу прощения. Возвращаемся чуть ранее. И теперь второй модулятор, который у меня свободен, я закидываю на параметр питча, course pitch, и делаю ему модуляцию. Глубина параметра определит, насколько высоко по октаве у меня будет забираться моя синусоида. Вот, к примеру, такой вариант. Сейчас она довольно высоко переходит, я поэтому сделаю глубину модуляции в матрице. Или могу вот так вот сделать. И после этого, в принципе, дальше у меня происходит по моей методике тюнинг. Я слушаю, как в референсе. И дальше, если у меня требование полностью повторить, но, к сожалению, я не слышу спикеры, отвернутые к вам, я не слышу, насколько там хорошо, плохо сделано, но идея, что как минимум можно воссоздавать. Теперь я хочу вкратце показать пример, когда нет возможности полностью подобрать волну. Ну, потому что, как минимум, там очень специфический тембр. Для одного из проектов нужно было сделать тестовый вариант электрического двигателя. Хотел сделать каких-то футуристических фракций в двигателе. Но основа – это слой электричества. Можно записать что-то, попытаться какие-то фоновые наводки на проводку. Я нашел, на самом деле, референс, который мне очень понравился. И думаю, блин, вот хочу вот примерно как-то так. И я сейчас открою проект, который вот где-то здесь, по-моему, он. Этот проект как раз-таки демонстрация того, каким образом реализуется электричество или импорт волны. Я вкратце расскажу именно про сам импорт. Итак, вот такой вот референс я хотел использовать. А вот такой вот двигатель в результате я хотел получить. Здесь у меня есть электричество, фракции на высокочастотных оборотах и просто слой, который все это склеивает. Объемный. Самое главное при импорте волны – понимать и иметь сам контент. Вот я его вырезал именно в той части, которой мне понравилась сама волна. То есть я перевел в моно, и вот у меня вот такой вот кусочек референса. Далее я создаю просто новый синтезатор, открываю в нем редактор волны. В редакторе волны нужно определить, на какой ноте он будет разбивать сам этот сэмпл. Экспериментальным путем или вообще можно просто посмотреть основной тон по спектроанализатору – это ля диез нулевой октавы. Потому что у меня в этой ноте, ну примерно где-то так, в этой ноте у меня здесь записана основная нота. Вот, поэтому я ее прямо сюда сейчас скопирую и пропишу вот этот вот параметр. И значит он на 757 сэмплов поделит ту волну, которую я сейчас буду импортировать. То есть здесь на самом деле довольно просто. Я ее импортирую и получаю. Вот даже сейчас при этих условиях она уже будет звучать. Так, почти. Вот. Но мне нужно добавить какого-то движения. Я посмотрел, что она постепенно, видите, сдвигается волна. Соответственно, период немножечко неправильный я подобрал. И я просто экспериментально понял, что где-то 733 наиболее оптимально для данного звука. 733 сэмпла. Прошу прощения. Вот. И после того, как я переношу все волны, у меня есть возможность для каждой фракции, для каждого фрейма, как здесь нарисовано, я могу подвинуть атаку каждого фрейма. Ну, и тут на самом деле 21 фрейм всего получился, поэтому это не так долго сделать. Ну, я сейчас делать не буду. После этого я уже сейчас могу двигать ручку Wave Table Position, но у меня будут слышны слегка переходы небольшие, поэтому я могу сделать морфинг волны кроссфейдом, и у меня получается все плавненько, красивенько. Ну, а дальше дело, мне нужен какой-то рандомный LFO, который будет просто двигать Wave Table по любым параметрам. Ну, я могу использовать либо встроенный, до того, как я узнал о его наличии, я использовал. Вот есть House осциллятор. Сейчас мы его включим здесь. До того, как я узнал о его наличии в Serum, я использовал LFO random в Ableton Live. Здесь такая есть штуковина LFO. И вот так, вот он есть. То есть я могу привязать любую ручку, и он будет как-то рандомно вращаться. Но на самом деле я бы хотел перейти дальше по своей презентации, потому что, как я уже сказал, у вас будет возможность покрутить все эти звуки. Я предлагаю открыть в моей презентации, у меня есть вторая часть моей презентации, которая говорит о синтезе Vice. Зачем это нужно сделать, я сейчас покажу два основных примера. Первый пример — тот же самый ивент под названием «Последний рубеж». Здесь у нас на карте присутствуют объекты, с которыми нельзя взаимодействовать. Вот, допустим, самолет, который слева сверху нарисован. И при пролете нужно было реализовать, во-первых, правильный трушный доплер, потому что мы можем двигать камерой, мы могли бы находиться относительно самолета в любом месте. Доплер эффект, наверное, знаете. Когда пролетает мимо машина, мы слышим, что сначала высота тона двигателя выше, потом ниже. И в данном контексте я использовал не только правильный подсчет эффекта доплера, который просчитывается у нас в движке. Я еще добавил дополнительный звуковой контент. Ну, там не совсем синусоиды, чуть больше. Гармоник, послушаем. А теперь мы попробуем с вами послушать только один этот солированный звук. Звук тональной волны. Я как-то выходил с работы. И у нас там еще какие-то учения вроде проходили около офиса. И там надо мной пролетал самолет. И я услышал, что когда он еще не приблизился ко мне, я просто слышал звук двигателя. Но когда он пролетал надо мной, я услышал четкий тональный питч. И попытался его воссоздать не ртом, а в синтезаторе. И он просчитывается в реальном времени в синтезаторе в вайсе. У него заведено два основных параметра. Он слышен только когда он приближается на дистанцию около 350 метров. А высота самого тона меняется в зависимости от коэффициента доплера, который поступает из игры. Эта частота не меняется. Я здесь тыкаю волны. Они меняют тембр звука. И на параметры высоты тона у меня завязано RTBC. Добблер фактор. А теперь вместе с двигателем. И это придает довольно реалистичное звучание. Второй вариант, как можно использовать синтез в вайсе, реализован моими коллегами. Об этом было рассказано на презентации DevGam в 2016 году. Видео есть, можно посмотреть. Очень крутая система. Идея заключается в том, что наши двигатели построены на реально записанном звуковом контенте. И в зависимости от параметра RPM, частоты вращения скажем так, или скорости назовем ее так. У нас меняется частота звукового контента. И как только у нас смещаются, или как только у нас сэмплы изменяют тон выше, у нас теряется низ. Соответственно, танк звучит как газонокосилка. И для того, чтобы этого избежать, у нас подмешиваются три синусоиды, которые еще немножечко с помощью тремолоэффекта добавляют небольших вибраций. Вот мне в данном примере показывают сначала звук двигателя. Потом отдельно солированные саб-гармоники, которые подмешиваются к звуку двигателя. На каких бы оборотах мы не ехали, у нас очень ширный, насыщенный, тяжелый звук. А теперь отдельно я вывел еще как раз таки спектр звука. Как видите, там будет три гармоники, которые в зависимости от коэффициента RPM, абсолютного значения RPM, солированные. Это вот то, что прибавляется к записанному контенту. И вот я двигаю вручную параметр. И вот у меня то, что добавляется. Обратите внимание, что чем выше мы поднимаемся, тем больше гармоник подмешивается, чтобы заполнить спектральный диапазон. И вот, ребят, на этом мы еще не заканчиваем. Можете сосканировать QR-код. Ссылочка на вот эту вот всю страничку. Я, по-моему, шесть видео записал. И сколько у меня времени? Десять минут. Ребят, давайте. Я думаю, что мы можем немножечко на обед залезть, потому что доклад интересный. Если вы не против, ребят, я только за. У меня прям столько звуков. Если кому-то обязательно нужно покушать, мы не обидимся, но всем интересно, я думаю. Принесите еды сюда. Итак, ребят. Супер. Ну, для тех, кто что-то не записал, не запомнил, всегда можно обратиться. Все ссылочки вот по этому QR-коду. А теперь, я в конце еще потом выведу его, вы сможете открыть. А теперь, ребят, я хочу показать ряд звуков, которые мы... Я расскажу, как они синтезировались, и расскажу вообще, для чего это дело. Начну, наверное, с звука дождя. Ну, логично, что дождь часто в играх у нас используется записанный контент, потому что вроде бы как дождь живо звучит. Я хотел сначала провести интерактив и сказать, ребят, угадайте, а где живой контент, где неживой. Я потом еще вернусь, покажу с птичками все-таки, чтобы погромче было, и мы угадали. Ну, здесь все понятно. Это синтезированный звук дождя, это референс. Ну, давайте послушаем синтезированный звук дождя. Это капельки, чтобы вы слышали, что он синтезированный. Это живой дождь. Я для начала отвечу на вопрос, зачем нужно было это синтезировать. Опять же, конечно, для демонстрации, но все это потом я погрузил в WISE. Те же самые настройки, примерно те же самые шумы и модуляции. Я погрузил в WISE для того, чтобы создать вот такую вот простейшую, на первый взгляд, систему динамической погоды. Ну, в идеале, конечно, динамическая погода, пока у меня только динамический дождь. У меня есть параметр RTPC, вот в самом низу, rain intensity, интенсивность дождя. И здесь все точно так же генерируется по тем же самым законам. Начнем с самого слабенького. Все процедурно генерируется отсюда. А теперь подробно по слоям. Итак, начнем с самого верхнего слоя, синтезированного слоя, опять же, на синтезаторе Serum. Я назвал это капельки, которые падают на листики, они дают такие вот высокочастотные элементы. Для того, чтобы рассказать, как я это сделал, здесь мне понадобится новый синтезатор. Я выбираю, буду быстро говорить, чтобы что-то успеть. Выбираю новый синтезатор, и мне нужен только генератор шума. Выбираю какой-нибудь вот такой вот шум. Сейчас, секундочку, включу соло. Чистый шум. Дальше пропускаю его через Band Pass Filter. Я взял Band Notch Filter. Здесь вот такой вот фильтр. Запускаю шум через него. Ну и настраиваю немножечко резонанса. У меня задача, чтобы мой случайный LFO-генератор двигал фильтр по случайным значениям и очень-очень быстро. Потому что идея как раз-таки физического моделирования в синтезе заключается в том, что нужно представить, как звук воспроизводится в реальной природе. А идея, что у нас, когда дождь капает, он много раз генерирует капельки. И если это представить умноженное на в тысячи раз, то у нас получается множество тысячи гармоник, что в целом может быть интерпретировано как шум. Я сделаю вот такой вот, примерно отсюда буду фильтровать. И возьму House Generator. Здесь в Global настройках сделаю Sample Hold. Это для того, чтобы у нас были ступенчатые значения моего случайного LFO. Примерно так. А теперь в матрице просто сделаю глубину чуть-чуть совсем, чтобы чуть-чуть двигалось. Ну, дальше немножко можно хоруса, чтобы сделать поживее, поестественнее. И эквализацией. Ну, примерно как-то, я не знаю, допустим... Что-нибудь в этом роде. В оригинале у меня были, наверное, почти такие же. А, у меня был немножко сатурации эквалайзера. Хорус не использовал. Итак, следующий слой это... Прошу прощения. Вот, Rain Noise. Вот этот вот. Более низкочастотные колебания. Здесь, в принципе, то же самое. Только фильтр используется, если я не ошибаюсь, French LP. У него просто два резонанса. И чтобы давало чуть больше случайных искажений. Тот же самый модулятор House Generator 2 на фильтр котов. И я еще сделал House 2 генератор на панораму шума. Для того, чтобы он... Ну, типа, справа, слева как-то возникали эти капельки. Чтобы создавалось какое-то ощущение... Ну, стерео озвучивания. Дальше у нас среднечастотный шум. Здесь у нас тоже фильтрация. Тот же шум. Тут почти ничего не двигается. Я вот слышу небольшие флэнджи, искажения у нас из-за того, что в хорус тут. Вот, появляется более тональная составляющая. Ну, пусть будет, что с ней станет. И теперь я взял и, как у меня видите, продублировал влево и вправо шум для создания широкого звучания. Единственное, что шум... Вот этот вот шум в серуме, единственный его недостаток, то, что он сэмплированный. И когда нужно, чтобы какие-то короткие фракции шума были, лучше использовать какие-то другие синтезаторы, потому что будет иначе звучать, как какой-то пулемет, стрекотать. Вот, допустим, когда я создавал кузнечиков, там просто четыре нотки коротенького шума. И это кузнечики. Как я это понял, взял звук кузнечиков, опустил очень низко-низко-низко, посмотрел, смотрю, четыре нотки. Потом посмотрел на спектре. Шум. Попробую сделать. Ну, и здесь, на самом деле, самое забавное — это капельки. Капельки — это синусоида. И просто я добавил случайных рандомных значений на арпеджатор, чтобы у нас нотки воспроизведения капелек, они как-то случайным образом то приходили, то уходили. Допустим, в том же самом вайзе это было бы проще сделать. На рандом контейнер, допустим, либо дилей, либо с небольшой задержкой триггер рейд сделать. Но идея та же самая. Что в вайзе, что здесь синусоида, обрезана громкость, модуляция питча небольшая, вот, допустим. Вот, могу так сделать, могу короче сделать. Ну, тут, на самом деле, на любителя капелек я как-то не особо разбираюсь. Вот, дальше еще хочу звук показать. Ну, в вайзе здесь все то же самое. То есть, если что, у меня вот есть вот такие капельки, есть вот такое кипение. В вайзе нету в синтезаторе такого фильтра, поэтому я просто на, у меня здесь YSynth1 просто генерирует шум. И я сделал, чтобы сверху на эффект, видите, сколько эквалайзеров накинул. И просто в одном из них у меня подаются рандомные значения LFO на BandPath2 фильтр. И могу параметром, вот у меня BandPath Frequency, это частота самой полосы, и вот она с помощью LFO замодулирована сюда. Наверное, еще будет интересный звук показать. Это, ну, я тут на самом деле еще и магических всяких сделал. Вот птички у нас тут есть. Что интересно, магия или птицы? Магия. Итак, ну, магия, магия и рознь я сделал. Такую казуальную всякую магию. Здесь, на самом деле, я просто реализовал следующее. У меня просто несколько подходов для реализации. Они больше, наверное, похожи на те звуки, которые магические, именно олдскульные, которые звучали там в различных фэнтези-аниме, что-то в этом роде. И здесь все очень просто и тривиально сделано. Просто, я всегда говорю просто, для того, чтобы вы понимали, что это можно сделать вот прям вручную. И я стараюсь вам это доказать и даю инструмент, который вы можете использовать. Вот такая вот лунная диадема. Помните, нет? Нет, не помните. Это Sailor Moon. Итак, здесь, на самом деле, звук довольно просто сделан, просто взят через тон интервал. Ля, си, до диез. Через тон построены. И модуляция envelope 1 у нас формирует длительность. Он состоит из двух слоев. Первый тональный такой, основной тональный слой. И самый, наверное, главный эффект здесь дает хорус. Он дает как раз таки вибрации питча. Сейчас покажу. Извиняюсь, очень некрасиво. Второй звук – это тональный резонанс, создающий такой колокольчик. Он тоже, возможно, будет громкий. Я его потише чуть-чуть. Вот такой вот звук. То же самое с дилеем, только без хоруса. Это у нас Vush. Тоже Vush легко очень делать на синтезаторе. Ну, пусть будет какая-то волна или что-то с Water Magic. Просто Bright Noise, фильтр и модуляция фильтра. Чтобы он был помягче, я обработал хорусом и ревербом для создания такого более мягкого звука. Наверное, вот самый главный интересный звук – это волшебные палочки. Я быстренько покажу вот этот. Здесь ничего сверхъестественного. Здесь у нас есть тональный слой, есть слой Vush. Тональный слой. Он просто… Я сделал несколько осцилляторов. Каждый осциллятор создает не только свой тембр, но и задает определенную ноту, потому что осциллятор 2, B в данном случае, он генерирует тон на квинту выше. И есть еще саб-осциллятор, который треугольную волну генерирует. Мне показывает одну минуту. Давайте так, я покажу последний звук волшебной палочки. Все остальное вы захотите, послушайте и скачайте. А потом оставим сколько-нибудь времени на вопросы. С удовольствием с вами пообщаюсь. И тут я исчезаю. Спасибо. На самом деле все очень просто. Целотонный ряд для магических звуков. Была бы арфа, была бы фэнтези. Если синтез, то больше похож на аниме. Здесь опять же чуть-чуть. Я сделал модуляцию по питчу, чуть-чуть модуляцию LFO. И добавил хоруса, который тоже формирует дополнительные изменения. Ну и еще дилай. Все, ребят, у меня на сегодня все. Включаю снова слайд. Ну что, давайте поблагодарим Александра. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ